здравствуйте дорогие друзья с вами мастер фиде роман ежов теме мы с вами поиграем в шахматы наконец то был достаточно длительный перерыв тут были целую кучу соревнований которые надо было комментировать партии также мы с вами изучали защиту каракан ну и продолжаем еще кстати ее изучать просто я подумал что те кто не играет защиту каракана ближайшее время не планируют будет достаточно скучно на моем канале поэтому надо разнообразить поэтому мы с вами сейчас сыграем партии так три минуты без добавлений попробуем 5 минут хорошо я люблю подумать многие уже знают об этом тем более я стараюсь комментировать во время партии все подробненько да ты четыре кони в 65 ну ради е6 ничего посмотрим что будет делать сопер но теперь теперь переход в пеноне так слон же 7 кировка так на рокировку мне не играют h3 это значит что мы можем тогда сделать связку слон же 4 и еще если полезные ходы есть ход владяя е8 напасть на пешку тоже в целом неплохой ход давайте ладея е8 похожу сначала сначала нападем на пешку посмотрим что будет делать ферзь c2 ферзь c2 значит мы сейчас коня 6 идея того чтобы конем залезть на поле b4 так соперник не дает ну тогда мы коня на c7 убираем и хотим провести b5 я думаю что я могу прямо сейчас б5 да брать нельзя но если конем подвисать пешка е4 пешка на е4 намного полезней чем пешка на b5 здесь сейчас трудно сказать как играть белым то есть надо развивать фигуру мне кажется надо развивать чернопольного слона или ладью на е1 выводить чтобы она укрепила пешку е4 слона если развивать то на g5 мне кажется лучше всего можно на е3 на f4 не самое лучшее место для слона но так тоже ставят соперник у нас задумался что-то совсем долго думает соперник может он взять и всякие рассматривает но взять и пешки на b5 ничему хорошему не приведет белым да ладья е1 все правильно соперник делает все верно теперь надо укрепить нашу пешку на b5 наверно ладьей можно конечно слон d7 еще но может быть слоном здесь будет только вмешаться посмотрим пока ладья b8 слона увели на f1 ну тогда надо строить свою атаку я так понимаю а5 и b4 я хочу слона f4 ну b4 коня 4 так есть очень интересная идея то есть конь конечно здесь отрезан можно его и здесь оставить и сыграть просто слон d7 потому что нельзя брать пешку слона 4 у нас будет а есть очень интересный ход б3 нападая на ферзя сейчас хотим пойти слона 6 ферзь это шел слона 6 если что скидаем и шикарное поле для коня на b4 так конца 3 ну и наверное мы залезаем да я думаю что да то есть сейчас угроза конь c2 надо от нее избавляться ну например таким образом что мы можем сделать можно конечно пойти конь h5 выглядит неплохо наверное так и сделаем открываем место для слона нападаем на чернопольного слона слон должен отходить так ну можно выиграть пешку слон c3 bc и конь d5 да давайте так и сделаем а тап обычно чернопольного слона в биноне не отдают но здесь немножко другой случай такая зевок да в данном случае слон где то там стоит вдалеке и отсутствия чернопольного slona вообще не сказывается А здесь мы еще качество выигрываем В2 просто Все Соперник сдался Давайте Так Я обычно всегда комментирую Давайте я прокомментирую эту партию Что-то я слишком быстро ушел Значит анализировать игру Итак Значит у нас Бинони Ладья Е8 Ферзь С2 То есть я бы посоветовал белым играть Здесь конь Д2 Конь идет на Д2 защищает пешку И потом в любой момент он может быстро перестроиться Коня ведут на С4 Так часто играю А вообще Здесь очень интересный код H3 Не пускают слона на Ж4 Потом уже делают рокировку Но это дело вкуса Значит ферзь С2 Конь А6 А3 так тоже играют за белых Конь С7 H3 Наверное не в тему H3 мне кажется Не очень хороший ход Что можно порекомендовать За белых здесь Даже не знаю Ну наверное про свой укрепляющий ход Ладья Е1 Как я уже и говорил В партии надо либо ладью выводить Либо развивать чернопольного слона Так H3 Не знаю ошибка это или нет Что компьютер нам покажет Так компьютер немножко не понимает Думаю что ход белый H3 Равная позиция Как он к ходу B5 относится Ну да Все хорошо Так давайте выключим Я не люблю пользоваться компьютером Во время партии Значит Точнее не во время партии После партии Ладья Е1 Ладья Б8 Надо защищать пешку Слоны Ф1 А5 Раз белые нам позволяют Мы проводим атаку на ферзевом фланге B4 Сюда сюда Конь должна доходить B3 мне кажется Интересная идея То есть И слон D7 еще интересная Что компьютер говорит Так Опять он тупит Слон D7 показывает Да есть такой ход Ага B3 Ну нормально Относится На ходу B3 Ферзь B1 Слон A6 Не ну здесь конечно Зря соперник съедал Моего слона Действительно E5 Можно рассмотреть И Простой ход Конь C3 Я думаю тоже нормально Зачем помогать сопернику Пускать коня туда Куда он и хочет И прийти Мой конь хочет попасть На поле B4 Зачем это помогать То есть Слон F1 Король F1 Конь B5 Я думаю я бы так же И действовал И после размена Ну получаем Вот такую позицию Ходя A4 Мне кстати больше нравится Чем слон D2 Я думаю что здесь При грамотной игре Со стороны белых Скорее всего ничья Но у черных Все равно комфортная позиция Так Мой соперник Съел Съел Так Давайте я беру Конь C3 Конь B4 Конь H5 И здесь Да Выигрыш Пешки просто идет Ну и соперник Еще зевнул Что здесь Можно порекомендовать На конь D5 Мне кажется Здесь еще Не совсем Все плохо Да Сейчас Не Компьютер говорит Что совсем Все плохо Ладья B2 Тогда конь C3 Пешка на E4 Еще теряется Понятно А где соперник Ошибся Прям серьезно Так Конь H5 А В отходе С слоном Понятно Слон должен был Отойти на G5 Нападать на ферзя После чего Пешка не теряется То есть Ферзь D1 Мы укрепляем Ладью Но здесь все равно У черных Лучшая позиция Ясно Давайте с вами Сыграем еще одну партию Так 5 плюс 0 Ну что-то нам Долго Ищутся Соперники Да Что-то с нами Никто не хочет играть Ну 5 плюс 0 Редкий конечно Контроль времени Так Сыграю я E5 Да Давайте E5 Здесь защитим Испанская партия С удовольствием Такой соперник Видимо не знаю Раз не знаю Давайте Слон G4 Есть такой ход Так D3 D3 Без H3 Так Интересно А что-то меняется От этого Ферзь F6 Просто при H3 Играют H5 И ферзь выходит на F6 Можно ли здесь Так играть Сразу Ферзь F6 Я думаю Что можно Давайте Попробуем Не уверен Что это главный ход В теории Так Конь Д2 Ну надо Своего коня Подтягивать Конь Е7 Мы хотим Коня На G6 На F4 Привезти H3 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 Можно сыграть H5 Да Верно Да Верно Это переход Ладья Е1 Ладья Е1 Это означает Что нам Нам надо Обязательно Отходить Белопольным Слоном Потому что Иначе Съедят Зайдут Конем На H2 И другим Конем На F1 Все Крепкая позиция Слон должен Отходить И В данном случае На D7 Нет смысла Может на E6 Или на D7 Все таки Давайте на D7 В учебниках Сказано Что слон должен Стоять на D7 Послушаем Учебники Конем Ф1 Нет Соперник Не прост Соперник знает Как здесь играть Что мы можем Придумать То есть Хочется Конечно Конем G6 Но Очень неприятно Слон G5 Наталкиваться На такой ход Но Мне кажется Здесь ничего Другого Не остается Конем G6 Сыграем Можно было Конечно С5 Сыграть Чтобы D4 Никаких Не было Сейчас D4 Очень неприятно Мы можем Попасть Под целую Кучу Темпов Конь G3 Конь G3 Тоже Неплохой Ход Мне кажется Надо Прогонять Этого Слона Заодно Укрепим Центр И потом C5 Чтобы Не было D4 Вот так Конь F5 Конечно Залезает Но Я не думаю Что это Прям так Опасно Можем Отойти Ферзем Сюда Теперь Нападаем На коня Конь Конечно Залезает На F5 Я не спорю Но Мы пойдем Вот так Не знаю К чему это Приведет Вообще Какая-то Сумасшедшая Позиция У нас Времени Уже Не так Много Вот Интересно Что он Будет Делать То есть Сейчас Я вполне Могу Съесть Этого Коня И Укрепить Свой Центр Ходом C6 Например Либо Либо Вообще Очень Интересно Не Ну Ж4 Ладно У меня Нету Времени Чтобы Ж4 Таких Ход И Вообще Рассматривать И Слон D6 Вот Так Ж4 Сам Ничего Си Это он Мне Что ли Решил Помочь Съел Ферзь Ж4 Теперь У него Слабая Пешка На H3 Стоит Давайте Сначала Ди H4 Нападем Извиняюсь Шаг Шаг Так Я Не Понял Что Это Шаг Съел Ладно Очень Очень Интересная Позиция Но Соперник Под Сдал Под Конец Очень Интересно Играл Давайте Посмотрим Д6 Рокеров Я Был Уверен Что Соперник Так Сильно Здесь Задумался Что Не Знает Как Вообще Что Это За Вариант Такой Это Непопулярный В последнее Время Вариант Улучшена Защита Стенница Раньше Так Считается Что У белых Здесь Полный Порядок Но Пока Мне Никто Этого Толком Доказать Не Мог Конь Е7 H3 H5 Вадья Е1 Значит В чем Идея Если Сейчас Черные Сделают Какой Ну Например Ход Конь Ж6 То Здесь Как раз Едать Можно Конь Идет На H2 И на Ферзь H4 Есть Перекрытие Конь Ф1 И Атака Черных Не Проходит Поэтому Именно Когда Стоит Конь F3 Конь D2 И Ладья Е1 Черные Должны Отходить Слонам Слонам Должны Отходить Именно На D7 Тонкость Такая На Е6 Видимо Он мешается Своим Собственным Фигурам Ну В принципе В этой Позиции Мы Почувствовали Что На Е6 Он Б Нам Мешался Конь Ф1 Конь Ж6 Я думаю Все Правильно Играл Давайте Проверим Про С5 Я говорил Да С5 Хороший Ход Конь Ж6 Ну Конь Ж6 Тоже Нормально Слон Ж5 Ферзь Е6 Я боялся Здесь Хода Д4 Что Он Говорил Нормально То есть Держимся Да Конь Д4 И ферзь Идет На Е5 Мне Эта позиция Не очень Нравилась Он Начинает Показывать Что Здесь Не все Так Хорошо Конь Ф5 Сильный Ход Да Может Быть Конь Ж6 Неточность Лучше Было Сыграть С5 Из-за Хода Д4 Конь Ж3 Это По мне Компьютер Сильнейший Но Мне Как раз Здесь Позиция Нравилась С5 Ну Какую-то Ерунду Компьютер Показывает Мне кажется Конь Ф5 Д А Д5 Он Показывает Я Ферзь Ф7 Ну Тоже Нормально Конь Х4 Ошибка Вот Вот где Пошла Ошибка Я съел Конь Х4 Так Давайте Включим Непонятно Ж5 Конь Ф5 Здесь Интересный Ход Был Вот Зря Выключил Рано Ж4 Интересно Как Компьютер К этому Нормально Относится А Ж Ой А Ж Ферзь Ж4 И вот Как раз Т5 Да Я и смотрел Это продолжение Но у меня Время было Мало Я решил Не рисковать Ферзь Ф3 Слон С6 Поставить Слона Напротив Ферзя Логично То есть У белых Открыта Линия H Которой Мы владеем Сейчас Перестроимся Ферзем На H7 И будет Здесь Грозная Атака Короля Уберем В длинную Сторон Проблем Нет Да Мы без Пешки Но мне кажется После хода Ферзь H7 У белых Чуть ли не Единственная Ферзь H3 Ну или королем Конечно бегать По всему полю Что в любом случае И так и так Нам на руку Ну конечно Когда у тебя Мало времени Подобные ходы Ну Не решаешься Сделать Я сыграл Д5 Логичный Ход Укрепляем Центр Значит Слон Ф5 Не нравится Длинную Рокировку Ну ладно Так тоже Нормально Слон Д6 Ж Ну Ж4 Это конечно Ошибка То есть Здесь Ну как угодно Как угодно Абсолютно Ну не Ж4 Зачем Вскрывать Своего Собственного Короля Верно Это задача черных Его Как нибудь До него Дойти Здесь действительно Хочется сыграть С4 Подорвать Эти пешки Надо защищаться С6 Ну и Ладьяна С1 К примеру И что делать Черным Мне что то Кажется Ну не кажется Точно так Длинную сторону Делать нечего Нам в длинной стороне Король Слишком сильно Раскрыт Мне кажется Надо уйти В короткую сторону Хотя у нас Здесь понадвинуты Пешки Но Что делать Атака Мы ничего не добились Надо это признать Но зато у нас Сильный пешечный центр И вот как раз Когда сделана Уже Рокировка Вот здесь Можно пойти Ж4 Я не знаю Как я бы действовал Я бы наверное Закрыл Не стал бы я Есть это точно Закрыть бы закрыл И вот такую вот Позицию играем Я думаю Она приблизительно Равная У белых Есть свои плюсы То есть У них Возможна Атака на ферзи На фланге У черных Кулак В центре Ну и Кто лучше Играет в шахматы То ты должен Выигрывать Ну а здесь Соперник Ж4 Сыграл После чего Сразу Изземнул Ферзя То есть Здесь Во-первых Мне кажется Надо было Съедать пешкой Аш Чтобы не было Слабых пешек Король отсюда Еще может Как-то убежать То есть Я ферзь Х7 планировал Ферзь Ф3 Не знаю Шаг давал Или не давал Но король Отходит на Ф1 Надо защищать Пешку Здесь С4 Подрывы Все очень Непросто Наверное Мне бы пришлось Ферзь Х3 сыграть Разменять Ферзей Тут надо защищать Король Е2 Я бы Король Д7 Играли бы Вот такую Вот позицию За черных Поприятнее Играть Но Возможно Это и равенство Еще Так что Как-то так В целом Все Мы с вами Сыграли Сегодня Две партии Рейтинг У нас Снова Немножко Поднялся Было По-моему 2.404 Вроде бы В начале Теперь 2.414 На 10 Пунктов Он поднялся Так что Продолжаем Дальше Повышать Свой рейтинг На этом Все До новых Встреч Все